Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. В Светлогорском районе в Березине утонул подросток. Трагедия произошла накануне около пяти вечера. Парень гостил у бабушки в деревне вместе с приятелями. Он отправился купаться на речку. Но в том месте, которое выбрали ребята, было запрещено плавать. На это им указали взрослые. Тогда подростки решили поискать новое место для отдыха. И уже там парень в какой-то момент ушел под воду. К месту происшествия вызвали экстренные службы. Тело пока не найдено. При тушении лесного пожара в Жлобинском районе погиб спасатель. Возгорание ликвидировали вблизи деревни Лисань. Во время работы пожарный потерял сознание. Реанимационные мероприятия сразу же начали проводить спасатели, а затем прибывшая бригада скорой медицинской помощи. Но спасти мужчину не удалось. Причина смерти устанавливается. В Гомеле на пожаре пострадал строитель. Спасатели вызвали по причине того, что с технического этажа еще строящегося дома по улице Чечерской шел дым. До приезда пожарных рабочий организации застройщика сам позвонил в скорую. С ожогами и термоингаляционной травмой его доставили в медучреждение. Пожар был ликвидирован спасателем. Вместе с тем огнем повреждены пенополистирольные плиты на площади 20 квадратных метров закопченной стены. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий нарушений противопожарных требований при проведении огневых работ. В Житковичском районе спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП. Авария произошла на трассе в районе деревни Березники. Там столкнулись два грузовика. В результате водитель одного из автомобилей оказался в железном плену. Работниками МЧС при помощи специального инструмента пострадавший был деблокирован и передан работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Второй водитель не пострадал. Сотрудники Гомельской таможни предотвратили незаконное изготовление, хранение и сбыт спиртных напитков. Сомнительный алкоголь, который хранился в канистрах и бутылках, обнаружили в частном доме в Гомеле. Общий объем спиртного различного ассортимента составил около 700 литров. Все было изъято и направлено на экспертизу. Согласно заключению эксперта, часть изъятого вещества оказалась этиловым спиртом, полученным из пищевого и непищевого сырья, а часть – спиртным напитком различного ассортимента. Также установлено, что алкогольные напитки не соответствуют требованиям действующей нам технической документации и данным указанным непосредственно на этикетках бутылок, в которых хранилась жидкость. Суд Центрального района города Гомеля признал хозяина сомнительного алкоголя виновным и вынес постановление о его привлечении к административной ответственности. А в Ветковском районе задержали водителя автомобиля «Мерседес-Бенц», который без сопроводительных документов перевозил лом черного металла общим весом более полутонны. По данному факту проводится проверка. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.